Иснывая от мелких своих катастроф, Детям вечно дозадим их возраст и быт, И дрались мы досадим до смертных обид. Но одежды в лотари нам матери в срок, Мы же книги в лотари пьенея от строк. Кружим наши головы запах борьбы, Со сторони спожелтевшись, летая на нас, И пытались постичь мы, не знавшие войны, За воинственный клич, принимавшие войн, Тайну слова, приказ, назначение границ, Смысл атаки и лязг боевых. В 2011 году, это стал не просто день вывода советских войск из Афганистана, Это теперь красная дата календаря, И называется День памяти о россиянов, Исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Я от души поздравляю вас с новым в нашем календаре, Днем воинской славы и памяти. День памяти о солдатской песне «Автоматы и гитара» Наталья Плотникова, город Омск. Герой книги «Моя война», однополчанин Юрия Слатова, Кавалер ордена за службу Родине, Лауреат всесоюзного конкурса «Когда поют солдаты» Владимир Кичаев, город Омск. Председатель правления Красноярского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов боевое братство, Ветеран Афганской войны, Награжденный медалью за «Автагу» Иван Воробьев. Ну и, наконец, главный герой нашей сегодняшней встречи, Автор повести «Моя война», Заслуженный артист России, Солист и директор концертного ансамбля ВДВ «Голубые билеты», Кавалер ордена Красной Звезды, Ордена за заслуги перед Отечеством, Ордена почетный ветеранский крест, Гвардия полковник Юрий Алексеевич Слатов. Добрый день, дорогие друзья. Огромное вам спасибо за то, что вы сегодня здесь. Мне немножко кальнула одна фраза, что главный герой сегодняшнего дня, да нет, главный герой сегодняшнего дня это те, кто сидят в этом зале, потому что сегодня для нас особый день. Трудно назвать его памятник, праздником, хотя это действительно праздник, окончилась война. Как бы об этом ни говорили, она в этот день закончилась. Для нас это особый день, потому что именно сегодня мы вспоминаем своих товарищей. И герой этой книги, это мои однополчане, те, с которыми мы вместе служили два года, в 5-й модострелковой дивизии, 375-й, отдельный батареон материального обеспечения, АБМО. АБМО! Да! Автомобилистами, да. Поэтому не случайно на опуске этой книги КАМАЗ. Вы знаете, два самых популярных вопроса, которые задают мне в эти дни, это почему именно Красноярск, я сразу на него отвечаю, потому что как только я что-то закончил, когда определилась какая-то вот, ну трудно, мне даже если сегодня не хочу назвать это, книгой, повести, романом, как угодно. Вот то, что получилось, я в первую очередь разослал своим друзьям-однополчанам. И так вот очень напрягся и ждал их оценки. Как только получил эту оценку, что да, действительно, слушай, Юрк, нормально написал, надо выпустить. А потом я уже написал своим друзьям по стране, в том числе и в Москве, там, где угодно, и ждал какую-то реакцию. И все это, да, да, друзьям, которые имеют возможность помочь финансово, которые имеют рычаги, там, влияние на типографию. Я с этим никогда не сталкивался. И значит, все там, в Москве, да, у нас 28 издательств, вот эти готовы, готовы. И только в Красноярске, из Красноярска пришли какие-то конкретные действия. В первую очередь, это Наталья Григорьевна Блинникова. Вот она здесь сидит, с которой мы списались совершенно случайно по интернету. Ну, это праздник, потому что я никогда об этом не мечтал, никогда об этом не думал, что вот состоится, вот выйдет у меня книга. Конечно, мне очень хочется, чтобы ее прочитали наши друзья, наши боевые товарищи. Кто-то из них, прочитав эту книгу, скажет, ох, и веселая жизнь была у этого замполита. Потому что акцент я в ней делал не на боевых действиях, не на проводке колонн, как мы ходили, не за сад. Это мой рассказ о двух годах жизни. Просто жизни. Потому что мы были молодые пацаны, и очень хотелось жить. И мы вот в этой сиюминутной тоске, вернее, не сиюминутной, а постоянной тоске о доме, мы все равно радовались нашему общению. Вспомните, у нас всегда был юмор, у нас был всегда розыгрыш, мы как-то хохотали, то есть мы были молодыми. И вот о жизни, я всегда подчеркиваю, что книга – это о жизни, а не о смерти. Ну и второй самый популярный вопрос, особенно у таких уже литературных критиков, которые… ну что ж такое банальное название? Моя война. Я на этот вопрос тоже особо не хочу распространяться, потому что в школе, помните, мы уходили на каникулы. А когда возвращались, у всех спрашивали, как вы провели лето? Лето было у всех одинаковое, лето и лето. Но у каждого оно прошло по-своему. Поэтому каждый здесь сидящий может написать такую книгу, назвав ее «Моя война». Вот, в общем-то, и все, что я вам хотел сказать. Я вас еще раз очень благодарю за внимание к моей персоне. И никакой не совершенно сегодня, не главный герой. Еще раз подчеркиваю, главный герой – это те воины, которые сидят в этом зале. И не только афганцы, те, кто прошел Чеченскую войну. Нам всегда очень обидно, мы в эти дни февральские не делаем различий. Вот мы позавчера играли в тамбое, Мичуринск. Сегодня в Красноярск, завтра у нас уже Калининград, представьте, вечером. Значит, потом перелетаем в Вологда. Хотя ситуация в группе сейчас такая достаточно сложная. Жизнь и смерть всегда стоят рядом. И вчера буквально перед отлетом в Красноярск у Сергея Федоровича Ярового умерла мама. Вот так вот. Поэтому Федорович не приехал. Мы здесь будем работать троем. Десантники не сдаются. То же самое в Калининграде. Вот, наверное, мама тоже не прибавили ей афганские годы Федоровича нашего здоровья. Вот так получилось, что именно вчера она умерла. Давайте помогаем. Давайте поменять. Давай. АПЛОДИСМЕНТЫ Главный специалист. Да, по первому. Не только Медведев приехал сегодня в Ваш город. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Ваня. Иван Анатольевич отстает к номер фона. Говорит свои слова. И дальше вы вручаете их. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Друзья, уж потерпите. Вот это самое такое, как для вас, так и для меня, так и для душное дело. Но до меня несколько договорились. Мы постараемся оперативно. Мы постараемся оперативно. Плова благодаря не могут быть. Мы постараемся оперативно. Не шумите там, не покойте мужчины. На самом деле здесь собрались люди, которые, вот благодаря которым, собственно, все это состоялось. Потому что, когда Юрий Алексеевич мне переслал, я читал в запой несколько дней. Вот так, когда получалось. И я понимаю, как он, как автор, ждал оценки. Мне очень понравилось. Потому что написано с юмором, написано легко. И написано действительно не акцентируя на том, что там еще было. Потому что действительно там была жизнь. И юмор, дом, память о родных и близких, они очень помогали. Так же, как очень сильно помогли нам в выпуске книги. И мы сейчас попытаемся делать это параллельно. Потому что боевое братство. Александр Николаевич Гуляков, это человек-ледокол, который на самом деле своим энтузиазмом, верой в успех, вот абсолютным, скажем, уверенностью, сдвинул и сделал очень много. Если не основную массу, вы сами понимаете. Потому что найти средства, договориться обо всем, мы с ним уже спим, последнее время мало. Ну, говорят, спать только время терять. Поэтому, я думаю, ему особые слова мы все скажем. Потому что он просто, ну, лучший. Я предлагаю... А начинаем мы вообще-то не с него. О нем можно говорить без казачек. А он сам. Давайте начнем и с него. Значит, мы предполагали, что мы начнем вручать. У вас кто? Партак Никола Елена Галактионовна. У нас тоже. Министр культуры Красноярского края. Есть кто? А получать будет заместитель, первый заместитель министра культуры Красноярского края, Татьяна Владимировна Веселина. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дело в том, что не только презентация, но и концерт, который сегодня состоится. Все это произошло при поддержке Министерства культуры Красноярского края. Надо поблагодарить Елена Галактионовна. Спасибо. Дорогие коллеги, позвольте два слова буквально. Вообще, обычно, когда мужчины работают, говорят, женщины молчат, ждут своей очереди. Я дождалась. Я по поручению Елена Галактионовна, я тебе лично два слова хотела бы сказать. Ну, первое, это то, что с этого года в Красноярском крае появилось краевое учреждение культуры Дом офицеров. Раньше это было федеральное учреждение, подчиненное Минобороне. Сейчас это Министерство культуры взяло на свой баланс. Поэтому все общественные инициативы, все ваши начинания, все ваши творческие радости, позывы, все это будет в центре города Красноярска, в этом замечательном учреждении, с коллективом единомышленников воплощаться. Поэтому имейте в виду, что с апреля уже мы начинаем активно работать, естественно, всем общественным организациям об этом скажем. И это то учреждение, которое объединит все общественные организации патриотической направленности, что очень важно. Это первое. А второе я хотела бы поблагодарить лично, потому что, когда все это начиналось, наши мальчики уходили, и перед уходом они всегда говорили очень много. И очень ярко. Когда они вернулись, они все молчали. И ничего не рассказывали. И сейчас есть возможность чуть-чуть нам, девочкам, узнать, что же делают мальчики. Спасибо. Боевое образство. Бенедиктов Владимир Николаевич, депутат Красноярского городского совета. Портовский Андрей Николаевич является нашим титуловым спонсором-финансистом коммерских наших вот таких вот моментов. Поэтому награждается медалью разрешить. Вот так вот, оказывается. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодцы ребята. И войну прошли. И сейчас еще делают самые добрые дела. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Николаевич, за него даже невозможно подойти никому и что-то вручить. За ним хорошо прятаться. АПЛОДИСМЕНТЫ Черепанов Дмитрий Лебедевич, директор ООО «Еврадия Трэй». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дворческих успехов. Чтобы это были не последние труды. Чтобы книг было... Тираж следующий был тоже здесь. Их было много, чтобы все могли прочитать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Хочется поблагодарить музейный комплекс, наш Красноярский исторический. И поблагодарить лично руководителя Шубского Михаила Павловича. Спасибо большое. Пока присаживайтесь. ПЕСНЯ За детей За жен и матерей За леса и Невы И золотые За тебя Родимая земля Отдавай жизнь Сыне России ПЕСНЯ ПЕСНЯ Я себя не так не представлял. Похожий, правильно? Это сейчас похоже. Еще раз фотографии, покажите, что это было. Ну, я... Почему, что эти разницы? Ну, нет. Ладно. Живи пока. Вообще, мне хотелось больше всего сказать, вот здесь, в Красноярске, когда я сюда приехал, когда увидел, сколько друзей у Юры. Афганцы, боевое братство, Единая Россия и другие дружественные банды. Ну, нет, со своего дуэ. Просто стало очень гордо, приятно. Я спою его песню. Я ее... Я волнуюсь, прошу прощения. Я сейчас подхожу. Это песня, которую я услышал от него. В Аблинистане, как мы познакомились. Он эту историю подписывает он тут же. Спел ее. Тогда я понял, что передо мной... Ну, неординарная личность. Утро посмолил. Отчего вдруг в судьбе, отчего вдруг в судьбе Захотелось свести нас на год, да потом разлучить на десятки. Чтобы вспомнить этот год, чтобы вспомнить этот год И бежать от него без оглядки. Потому что тот год, потому что тот год заменил нам десяток с лихвой. Это юность и год нашей памяти год породнил меня, друг мой, с тобой. И утропа с самолетом, другого скольного что-то, слеза скупая подекла. Друг невернее, я не плачу, просто не могу иначе. Буду ждать, теперь я лишь весьма. С таким днем, с праздником. И для меня вообще большая честь быть сегодня здесь. Я, конечно же, поздравляю всех афганцев с таким замечательным днем. И лично, Юрий Алексеевич, вас от души. Потому что в такой день сделать вот это, благодаря своим друзьям, это, конечно же, дорогого стоит. Это запомнимся очень надолго, на всю жизнь, наверное. Ну, с Юрием Алексеевичем мы знакомы Сидна давно. И знаю его как большую творческую личность. Очень понимаю, как ему сегодня здесь волнительно. Как Сидна это здорово. К этому он очень долго шел, очень долго готовился. Я, помимо того, что являюсь другом, коллегой, мы знакомы больше 20 лет, мы еще непосредственно соседи по квартирам. Поэтому иногда, скажем так, я был свидетелем вот этих трудов. Потихонечку-потихонечку мне довелось, может быть, микрофон падает, да? Читать какие-то отрывки из этого. Я не видел деда своего. Я не видел никогда деда своего, А ему и двадцати не было. Молодость его теплая земля забрала. Эти дни уже давно стали далеки, Но рыдают раз в году старики. Ты не опускай глаза свои, Посмотри на стариков, посмотри. И скончены их души и тела войной, Болью вечен и сердца весной. Все они герои от и до, Мертвые, живые, без звезды и со звездой. Над могилкой устой Ветеран хмельной Майский вечер от ушел Тишиной Время назовет Имена ушедших в поход. И подъемен груз долгов, Держится на нем Нам подаренная жизнь Подвигай. Голос скорби в крике Не сорвись, Помолись над павшими, Помолись! Из колесенных души и тела войной, Болью мечен и сердца весной. Все они герои от и до, Мертвые, живые, без звезды и со звездой. Подхватили знамя Боевых действий, Знамя, которое несли наши деды, Наши отцы. Мы с нашими парнями Были на местах боев под Москвой. И очень гордимся тем, Что нам оказали такое высокое звание. Здорово, это солидное мероприятие. А сегодня еще здесь, В сердцах ваших, Идет презентация книги Юрия Алексеевича. Книга, о которой он говорил, Действительно, у меня в сердце так вот. Я же тоже воин-интернационалист. В 89-90-91 год Исполнял интернациональный долг Народной Республики Ангола. Далековато, поэтому Близко, по всей России, Вершинке, И очень приятно. За то, что я думаю, Что это только первый шаг у вас, Юрий Алексеевич. Это первая часть. Да, да, да. И я думаю, что мы, красоявцы, Поддержим вас в этом начинании доброго. И пусть оно у вас продолжается. Добрый день, дорогие друзья. Прошу, извините, мой голос Потерял здоровье у вас. Но, конечно, для меня очень волнительно И приятно находиться сегодня В этот памятный день Именно в вашем городе, в Красноярске. Дело в том, что уже не первый год На просторах нашей огромной страны, В разных ее географических точках Мы встречаемся с вашими ветеранами, С вашими замечательными общественниками, Которые несут дело памяти. Я вижу здесь Георгия Васильевича Замечательно ваших ребят Автовосполнителей, с которыми мы давно дружим. И от них я знаю о том, что Действительно в Красноярске Проживают очень светлые, неравнодушные люди. Вот так здорово сегодня я это вижу воочию. И это просто достойно Огромного уважения. Низкий вам поклон. Самые честные и неподкутные свидетельства Нашей военной истории Это стихи и песни ветеранов. Немного, чуть менее, длится Наша добрая человеческая дружба Юрия Васильевича. Некаких-то кровавых бандальных целей. Это книга о людях. А книг о людях так мало сегодня в нашей литературе. Поэтому я думаю, что с большим интересом есть. В общем, читайте эту книгу. Она вам понравится. И вы знаете Перед тем, что этот человек настолько талантлив Он еще и безумно скромен Эту книгу сопровождает диск песен Там уже говорилось Дело в том, что буквально 10 лет назад Мне стоило неимоверных трудов Говорить Юрию Алексеевичу И вообще дать мне послушать эти песни Тогда еще на кассете Он мне прислал в Омск И я послушав, обалдела Там были действительно песни, которые знали и любили афганцев Никогда не я, и многие люди не знали, кто их автор На самом деле, это были популярные, известные песни А имя их автора в этот момент было еще неизвестно И сегодня так здорово, что И вот, наконец, вышел такой полновесный Полнокровный диск вот этих песен Я думаю, что они дополнят впечатление от книги Ну, конечно, сегодня день особый День памяти Но для афганцев этот день всегда был праздник Праздника встречи с юностью Встречи с своими боевыми друзьями И, знаете, я сама состою в одной из ветеранских организаций города Омска Эта организация называется Ветеранское братство Вот, к сожалению, ушли сейчас все представители Боевого братства Кому я хотела бы вручить подарки от нашей организации Но я хочу вам всем передать самые сердечные слова Поздравления омских ветеранов Передали они вам наилучшие пожелания Добра, мира, благоденствия Ну, обязательно передам Ну, а Юрию Алексеевичу, поскольку Как я понимаю, работа его действительно только в самом начале находится Он будет продолжать писать И, видимо, много будет еще продолжать давать автографы На всех своих произведениях Я хотела бы вручить вот такую ручку С гравировкой, памятной надписью Для автографа АПЛОДИСМЕНТЫ Дмитрий Алексеевич Ну, вам творческая, вдохновенная, благотворная дальнейшая работа Спасибо Еще раз вас всех с праздником И всего вам самого самого АПЛОДИСМЕНТЫ Словам и поздравления И другим словам У нас действительно сегодня Можно сказать И праздник И у нас сегодня в городе Для нас красноярцы На праздник же должны дарить подарки Поэтому группа «Голубой берет» Это самый достойный и приятный подарок Это наша любимая группа Наших бойцов Афганцев, чеченцев Поэтому мы очень благодарны Вам, что вы приехали, ребята Мои старые друзья Добрые старые друзья Поэтому То, что вышла сегодня книга Мы обязательно Прочитаем ее Познакомимся Не все еще прочитали Но я думаю Отзывы тех людей, которые Хотя бы к ней прикоснулись Стоит того, чтобы нам ее С ней познакомиться Я бы хотел исполнить песню Которая называется Вот Наталья сейчас выступила Я, к сожалению, на фестивале ее не исполнил Потому что на фестивале Международном «Автоматы гитары» Ну, новая моя песня Она так и называется «Автоматы гитары» Такой молодой ветеран С голым пузом Нет, ведь может, нельзя Так, наверное, нельзя Мы же солдаты Гусаров-батонки Все, что было не зря Ни Афган, ни Чечня Мы ни мясо, ни мразь Ни подонки Ну, зачем же он так? Честью, да, обкосяк? Нам, нам не надо дворцов Нет, придворных Есть пример многих стран Там герой-ветеран Он не нищий, не бомж И не дворник Эх, молчи, мужики Видно нам с руки За державу все больше обидно Нам бы водки глухал Нет, досало шмоток Под хмельком Ноготы и не видно Проекту к этой книге Вы знаете, большая честь для меня Представить ее, правильно, Диме сказал 15 февраля В день вывода войск И представляя ее на суд Таким же, как и я Братьям-афганцам Мы все одинаково покроем Мы все там делали одинаково Это очень волнительно Я давно так не волновался Песню, которую спою Я уж не буду долго задержать Ваше внимание Нам тоже надо уже бежать туда Насстраивать аппаратуру Но без этой песни Не обходится ни одна из встреч Написал я ее в 85-м году Да, действительно Вот в те 25 песен Которые вышли на этом альбоме Она тоже там присутствует Потому что Ну, без нее И меня уже не воспринимают Потому что сколько бы я не написал Потом новых песен С моей точки зрения Может быть более хороших Всегда просят вспомнить Какую про старушку Ордена не продаются Мне старушка одна На вокзале По ухам сказала Как не стыдно, сынок Жизнь свою начинаешь с обмана Где-то орден купил Нацепил И поквалишься людям Сам такой молодой Да только сольности грамма Не будет Весь такой загорел Видно сотых А с жаркого юга Там на бабины деньги Гулял Веселился бездумно Ты с ними не позорь Не позорь Фронтовые сидим Что ты знаешь, сынок, о войне Ничегошенький, милый Что ответить старушке седой Не обидит бы старость А слова правдали не лезут Как будто бы тягость Только орден рукою прикрыл Чтоб обиды не пачкать И вдруг вспомнил Афганское небо Наше небо прозрачное Я бы мог рассказать той старушке Как плакали горы Как снега вдруг красенели От яркой рябиновой крови И как быстрые реки Топили последние крики И как небо швыряло На землю горящие миги А еще раз скажу Как врывается горе в квартиры Как безумную мать Не могли оторвать от могилы И тогда ты, старушка, поймешь И меня не осудишь Ордена, как у нас На базаре не встретишь, не купишь И тогда ты, старушка, поймешь И меня не осудишь Ордена, как у нас На базаре не встретишь Не купишь Спасибо До встречи на концерте Крепкого здоровья Вам, вашим близким Самым юным нашим ребятам, которые здесь Мудрости, хорошей жизни Рядом, чтобы были верные, надежные друзья Они всегда помогут жизни так же, как и мне Мужики, еще раз спасибо Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok